Девушки отдыхают Девушки отдыхают К началу 80-х годов системы технического зрения устанавливались на ракетах, наблюдали за противником с беспилотных аппаратов, обеспечивали боевой технике и солдатам возможность всепогодного и круглосуточного ведения боевых действий Видеть это значит различать и врага и друга и окружающие во всех подробностях, говорил основоположник советской оптической науки академик Сергей Вавилов До недавнего времени данная способность приписывалась исключительно живым организмам Планетаходы, созданные в НПО имени Лавочкина, навсегда опровергли эту теорию Подобные системы нашли самое широкое применение в армии и на флоте Боевая оптика прошла эволюцию от элементарных подзорных труб до сложнейших систем технического зрения Сегодня электронные глаза с невероятной точностью определят местоположение любого объекта и направят на него огневой удар Супер-класс Начало 50-х годов Весь мир охватила лихорадка погони за скоростью Катера поднимались над волнами на подводных крыльях Поезда передвигались со скоростью пассажирских самолетов Международные автомобильные гонки Монте-Карло На дистанциях 314 километров тысяча поворотов Эту автостраду водители называют дорогой на кладбище Но главная гонка проходила не на земле, а в воздухе 1 ноября 1950 года в Корее вступили в бой МиГ-15 Первые советские реактивные истребители Их противниками стали американские Сейбры Самолеты сближались так быстро, что человеческий глаз и реакции Уже были на пределах своих возможностей Попасть из пушек и пулеметов в истребитель противника на встречных курсах Было практически невозможно Поэтому, несмотря на возросшую скорость Бои превращались в собачью свалку Где противники пытались зайти друг другу в хвост Ну а что, все время будем догонять самолеты противника И стрелять ему в хвост? Нет Нужно было иметь такое оружие, которое бы можно было Навстречу летящему самолету В Советском Союзе срочно создавались управляемые ракеты Класса «Воздух-воздух» Они наводились по радиолучу радара, установленного в носу самолета Для того, чтобы попасть ракетой в противника Летчик должен был постоянно удерживать цель в поле зрения РЛС Сделать это в ближнем бою Во время интенсивного маневрирования было практически невозможно Сложилась драматичная ситуация Истребители летали все быстрее Но при этом полноценно воевать не могли Совершенно секретно 24 сентября 1958 года Москва Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил СССР Василию Соколовскому Сегодня во время воздушного боя Над Тайваньским проливом Авиация мятежников применила неизвестный вид ракет класса «Воздух-воздух» Одна из ракет не разорвалась И застряла в корпусе китайского МиГ-17 Первые данные позволяют сделать вывод Что мы имеем дело с новым эффективным классом оружия Начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР Михаил Шалин Удар сбоку Так переводилось название Американской управляемой ракеты «Сайтвендер» Которая оказалась в руках китайской армии Ее невероятной особенностью было то Что после пуска летчик мог забыть о ракете Она сама находила и поражала цель Головки самонаведения Ракет управляемых класса «Воздух-воздух» Или «Земля-воздух» Они снабжены устройствами, которые позволяют Обнаружить цель Ну, по излучению, например, сопла двигателя Или по контрасту летательного аппарата на фоне неба Обнаружить и затем, измерив координаты, произвести наведение ракеты на этот объект Устройства, способные обнаруживать объекты в пространстве И вычислительные средства, вырабатывающие команды управления автоматизированными системами Получили название технического зрения Их использование в ракетном оружии сразу обеспечило американцам колоссальное преимущество В 50-е годы единственной преградой для стратегических бомбардировщиков США Готовых обрушить на СССР сотни атомных зарядов Были советские истребители Новые авиационные ракеты могли нарушить хрупкий баланс сил Это оружие, которое обеспечивает как бы удлинение руки Китайский трофей был немедленно вывезен в СССР Но конструкторы столкнулись с неожиданной проблемой Внутренности Сайдвиндера были залиты специальным клеем Чтобы добраться до секретов американской ракеты В Советском Союзе были привлечены якутские мастера-костарезы Которые сумели извлечь сложнейший механизм ракеты Не повредив ни один проводок Это позволило советским конструкторам быстро скопировать Сайдвиндер Уже в 1960 году советские истребители получили на вооружение Управляемую ракету ближнего боя К-13 В 1960 году на станции метро Красные Ворота Появился необычного вида аппарат Именно здесь, на станции Был установлен первый турникет Точнее, несколько На них приезжали смотреть со всех концов Москвы Если кто-нибудь пробовал пройти через него бесплатно Умный аппарат мгновенно преграждал путь Нужно было опустить в щель всего 5 копеек Чтобы пройти через него абсолютно беспрепятственно Сегодня такая поездка стоит 19 рублей Пока Фантастика, да и только Глазами электронных кондукторов стал фотоэлектрический приемник Аналогичный чувствительным элементам головок самонаведения Принцип их действия был основан на фотоэффекте Способности материалов изменять электрические свойства под воздействием света В системах технического зрения фотоэлектрические приемники играли роль рецептор В отличие от человеческих глаз, которым была доступна лишь видимая часть светового спектра Чувствительные электронные датчики воспринимали весь диапазон излучения От инфракрасного до ультрафиолетового Но фотоэлектрические приемники, как и глаза, были лишь окном Изображения, образы, анализ информации производятся мозгом Или в случае технического зрения компьютером Поэтому в начале 60-х годов начался новый виток гонки по созданию всевидящего машинного ока 1960 год На афишах в Шотландии впервые появилось название еще никому неизвестной ливерпульской группы Битлз Они играли рок-н-ролл и казалось, что само время движется в этом сумасшедшем ритме Прошло всего три года с момента запуска первого космического спутника А человечество уже готовилось рукоплескать первому космонавту В США заработала первая лазерная установка Советский глазной хирург, будущий академик Святослав Федоров Проводил фантастические операции В Чебоксарах, филиале научно-исследовательского института глазных болезней имени Гельмгольца Кандидат медицинских наук Святослав Федоров Вместе со слесарем-инструментальщиком Семеном Мильманом Осуществили смелый эксперимент Врач задумал, а слесарь помог ему сделать искусственный хрусталик глаза из пластмасс В противостоянии сверхдержав также многое изменилось Страх ответного удара по США заставил американцев изменить концепцию ведения боевых действий Секретно. 10 сентября 1960 года Москва. Первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву Новый министр обороны США Роберт Макнамара провел консультации с объединенным комитетом начальников штабов В результате было решено официально принять стратегию гибкого реагирования Председатель КГБ при Совете Министров СССР Александр Шелепин Стратегия гибкого реагирования не предусматривала отказа от использования ядерного оружия Но признавала его крайней мере Возможный конфликт в Европе или в другой точке мира строился на использовании сил общего назначения Оснащенных высокоточным оружием Это для того, чтобы получить преимущество перед противником Придать оружию новые свойства, которых у противника нет И используя умело, тактически умело такое оружие Получить над противником несбалансированное преимущество Главной силой предстоящего противоборства на Земле должны были стать танки Новые оптико-электронные системы могли значительно повысить их боевые качества Вы видите уникальные кадры испытаний танкового прибора ночного видения первого поколения Кроме ведения боевых действий ночью, с помощью него можно было заглянуть даже под землю Вот так выглядит минное поле на экране танкового ночного визира От чувствительных инфракрасных датчиков не мог укрыться ни один противник На экране тепловизора его можно было увидеть за несколько километров Как анекдот говорит такой, как замаскарировать железную дорогу? Построить рядом новый Вот так же и с этим танком было бы, да? Чтобы этот танк не обнаружили, нужно рядом еще поставить какие-то танки В середине 60-х годов на вооружение советской армии поступил танк Т-64А С первым круглосуточным комплексом обзора и прицеливания Все приборы были объединены в единую систему управления огнем на базе вычислительной машины Кроме того, на танках впервые появился лазерный дальномер Значительно упростивший наведение на цель и повысивший точность Поскольку оптические волны гораздо короче радиоволн Во столько же раз разрешающая способность выше у оптических систем А значит и точность наведения выше То есть это не просто в 2-10 раз, а на порядке выше Испытание Т-64 совпало с выходом на экраны страны Фантастического фильма Гиперболоид инженера Гарина Узнаете? Это и есть главная башня гиперболоида С которой Гарин расстрелял коалиционный боевой флот Устроить съемочную площадку на строящемся памятнике покорителям космоса Разрешил лично Никита Сергеевич Хрущев Фильм вышел на экраны в 1964 году Когда двое советских ученых Басов и Прохоров Получили Нобелевскую премию за изобретение лазера Так что кино не воспринималось как фантастика Впрочем, удачный образ смертоносных лучей в кинематографе Сыграл злую шутку с конструкторами в реальной жизни В первое время лазерные дальномеры вызывали у солдат настоящую панику Впрочем, убедившись в безопасности лазера В войсках по достоинству оценили его преимущества Важнейший элемент системы управления огнем танков Т-64Б Т-80Б Лазерный прицел-дальномер 1Г-42 Одна из основных функций этого сложного многоцелевого прибора Измерение дальности до цели И выработка цифрового кода дальности для баллистического вычислителя Сокол-1, сокол-2, сокол-3 Гроза! Прицел-дальномер 1Г-42 Обеспечивает быстрое и точное измерение дальности И вместе с другими системами комплекса Высокую вероятность попадания в цель Лазер не только повысил точность стрельбы обычного вооружения Но и стал путеводным лучом для управляемых ракет и снарядов Сегодня используются два метода наведения с помощью квантового генератора Их можно пояснить на примере снаряда Краснополь И противотанкового комплекса Корнет Разработанных в Тульском КБ приборостроения В комплексе управляемого вооружения Краснополь Цель подсвечивается оператором с помощью лазерного целеуказателя дальномера Головка самонаведения ведет 152-мм артиллерийский снаряд по отраженному сигналу Преимуществом подобного метода является возможность высокоточной стрельбы с большой дальностью В конце 90-х годов всего трех снарядов Краснополь хватило Чтобы предотвратить провокацию эритрийских войск против Эфиопии И тем самым отвести угрозу полномасштабной войны И вот после первого выстрела Яркий взрыв, яркая вспышка возвестила о том, что попадание прямое в броню танка Ну и представьте себе психологический эффект Тишина, нигде ни звука выстрела, ничего не слышно Потому что дальность-то большая, порядка 18 км И вдруг танк горит Затем горит второй танк Третий танк просто экипаж покинул На этом участке фронта танки больше не появлялись Противотанковый комплекс «Корнет» напротив работает только в зоне прямой видимости Расчет наводит луч лазера непосредственно на цель И создает световую тропу, по которой и летит ракета Ну и лазерный луч, он несет за собой такое последствие Это очень высокая помехозащищенность системы Никакие помехи оптические там или радио не могут воздействовать В 1969 году американские астронавты высадились на Луне Один миллиард долларов из 25 затраченных на экспедицию Пришелся на разработку космического телевидения Советский Союз, хотя и не смог повторить лунный пилотируемый полет Все же в долгу не остался В 1971 году начались исследования спутника Земли С помощью автоматических самодвижущихся аппаратов луноходов Основой их технического зрения стал один из самых массовых его видов телевидения Автоматическая станция Луна-21 доставила на Луну новую самоходную лабораторию Луноход-2 Место мягкой посадки находится на восточной окраине моря ясности Внутри кратера Леманье Вот одна из первых фотопанорам лунной поверхности, полученной из космоса 10 мая 1973 года с луноходом-2 случилось происшествие Мы попали в кратер и уже горизонт этой Луны не видно Ничего не видно, ничего не понятно, что это такое Приняли решение сделать фототелевизионные панорамы Так оно и должно. Сделали справа, слева, ничего не дало Луноход управлялся с Земли по изображению телевизионных камер, установленных на нем Однако плоская картинка не давала реального представления о форме и расстоянии до препятствия Иноземный штаб не сумел увидеть опасности При выводе аппарата луноход провалился в еще один малый кратер И зачерпнул крышкой грунт Лунная пыль осела на солнечной батарее и зарядный ток начал падать Уже настроение у нас у всех упало Мы уже все понимали По крайней мере, экипаж все понимал, что произошло и к чему это приведет 11 мая еще мы немножко подергались Но, к сожалению, уже 12 мая мы не вошли в связь Луноход-2 стал последним в лунной программе Советского Союза В 70-х годах шла гонка за первенство высадки робота на Марс Марсоход уже не мог управляться с Землей из-за большого расстояния Нужна была полностью автономная система технического зрения Воспринимающая объекты в объеме Первоначально конструкторы обратили внимание на новый метод получения изображений – голограмму Голография Это слово в точном переводе означает полная запись С ее помощью можно будет снять до сих пор скрытое от нас ядро Земли Увидеть в объеме события, происходящие внутри атома Голограмма – это изображение, кажущееся нам реальным, как сам предмет К сожалению, для технического зрения этот метод так и не нашел применение из-за громоздкости и сложности аппаратуры Однако военные не теряют надежды найти применение голограмму Одно из перспективных направлений военной голографии – маскировка Раз – и в чистом поле появляется настоящий БТР Пушки, танки, самолеты Попробуй разберись, что на самом деле это всего лишь голографический фантом Пока развитие этого направления тормозится из-за высокой цены Однако уже сегодня голография применяется в космической разведке При создании точных трехмерных карт Земли для систем наведения ракет А защитная голограмма на документах и ценных бумагах позволяет исключить подделку Потерпев неудачу с голографией, советские ученые нашли иной способ получить объемную информацию И помогло им в этом обращение к опыту человеческого зрения Глаза, как оптическая система, крайне несовершенны Если бы мозг не компенсировал их недостатки, мы, например, видели бы в фокусе лишь малую часть поступающего изображения К счастью, зрачок постоянно двигается, а мозг соединяет отдельные кусочки в целостную картину Также действовала система зрения планетохода, созданного в конце 70-х годов в главном научном центре танковой промышленности в НИИ «Трансмаш» Принцип лазерной оценки профильной проходимости основан на измерении расстояний до препятствия с помощью светового луча Информация о препятствии направляется в блок обработки Туда же поступает информация о положении машины в пространстве Далее сигналы идут в блок автоматического маневрирования, где вырабатываются управляющие команды Система позволила обеспечить автономное движение машины в сложных вельефных условиях Очень скоро грозные события Афганистана заставили военных обратить внимание на роботизированный комплекс Опыт создания планетоходов был использован при разработке нового типа боевой техники – экипажно-безэкипажных танков И вот НДК Сахопутных войск поставил такие две работы – курс и конус Значит, конус – это обработка стереоизображения, а курс – это получение дальнеметрических соображений для управления боевыми машинами В 1980 году в Карелии на полигоне все того же НИИ Трансмаш появилась новенькая БМП-2 Машина уверенно двигалась, обходя Рытвины и Пригорки Лишь посвященные знали, что передвижениями бронемашины руководил компьютер Это был настоящий триумф новых технологий Но полностью заменить экипаж боевой машины роботы не могут даже сегодня Пока только человек способен ориентироваться в стремительно меняющихся боевых условиях Противник может предпринимать ряд действий, которые не предусмотрены сценарием И тут без человека адаптивного элемента обойтись невозможно В апреле 1980 года на Джалалаватском аэродроме в Афганистане приземлились два самолета необычной формы Машины отогнали в закрытый ангар подальше от любопытных глаз И выступили вокруг дополнительное кольцо охраны Однако ушлые механики все же узнали, что в рамках операции Ром проводятся испытания в боевых условиях новых штурмовиков Су-25 Сегодня можно сказать смело, что самолет Су-25 это как панцирь для рыцаря средних веков В Афганистане сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком, созданным для Европы, было не развернуться в горных теснях Из-за большой скорости точность ударов была низкая Наземные войска несли большие потери До звуковой Су-25, маневренной и защищенной титановой броню, идеально подходил для непосредственной огневой поддержки пехоты 60 тысяч боевых вылетов и два погибших человека Вы понимаете, вот где высшая, что ли, радость, что ли, для конструктора, когда мы сделали такую великую победу Одна беда Летчик Су-25, занятый пилотированием, мог пропустить важную цель Как правило, проблему решали за счет введения в экипаж оператора вооружения Но тогда, в случае поражения самолета, потери возрастали бы в кое В 1985 году на Красногорском оптико-механическом заводе был разработан обзорно-прицельный комплекс «Шквал» Он был предназначен для оснащения одноместного ударного вертолета К-50 «Черная Акула» и нового штурмовика Су-39 «Шквал» стал примером системы оптического зрения нового поколения Если раньше оптика-электроника лишь расширяла возможности глаз То новый обзорно-прицельный комплекс, благодаря заложенному интеллекту Брал на себя большую часть функций штурмана и оператора вооружения Первый раз мы попробовали отработать вот этот телеавтомат, который запоминает образ, на вороне Я такого еще никогда не видел Значит, система ходила, двигалась, прыгала Ну, ворона же не летает ровно, она же неуверенная женщина Навигационная система комплекса «Шквал» автоматически выводит самолет в зону штурмовки На расстоянии 15 километров от нее включается режим сканирования местности Обнаружив цель, например, танк, компьютер берет ее на автосопровождение Дальше летчику нужно лишь удерживать самолет в пределах видения цели аппаратурой До 70 градусов по азимуту и 85 градусов по углу места Как только лазерный дальномер определяет вход бронемашины в зону досягаемости оружия Происходит пуск ракеты или сброс бомбы Обычную бомбу мы кладем с точностью 30 метров А управляемую бомбу кладем с точностью 4-5 метров с высоты 5 километров Система технического зрения, подобная «Шквал», превращает оружие в ювелирный инструмент Во время войны в Чечне был случай, когда летчик на Су-39 получил задание уничтожить мост Но по нему двигалась машина без опосновательных знаков Обычно в такой ситуации пришлось бы уничтожить автомобиль, возможно, с гражданскими людьми Или отказаться от задания и поставить под угрозу жизни своих солдат Летчики подошли и вот на Су-39 сбросили Сначала одну бомбу сбросили впереди идущие машины, а вторую сзади по этому мосту Впереди мост развалился и сзади, а посередине стоят машины 5 февраля 1987 года вышел указ Совета Министров СССР о создании кооператива Впервые со времен НЭПа государство позволяло гражданам самим зарабатывать деньги Частные предприятия росли как на дрожжах Особенно популярными стали видеосалоны В них крутили пиратские копии американских блокбастеров Пошел ты! Хотя даже в мечтах военные не планировали создание киборгов Совмещение возможностей мозга человека с новейшими разработками технического зрения Уже не казалось им далекой фантастикой В конце 80-х годов оптико-электронные приборы получили даже обычные солдаты Снайперская винтовка Драгунова, образца 1963 года По универсальности, мощи и точности стрельбы один из лучших армейских образцов Автомат Калашникова 1974 года в ближайшие десятилетия останется самым массовым в производстве Как превратить эти образцы из оружия прошлого в оружие будущего? Ответ. Оснастить их современными оптико-электронными системами Например, установка нового поколения тепловизионного прицела на автомат Калашникова Повышает его эффективность более чем в два раза В будущем в прицельные комплексы стрелкового оружия будет встроена интеллектуальная система обнаружения опасных целей противника И распознавание своих войск Встроенный ГЛОНАСС-навигатор позволит точно определить местоположение свое и врага С помощью лазерного целеуказателя дальномера оператор оружия, как будут именовать пехотинцы, сможет навести высокоточные ракеты Солдат станет частью общего боевого информационного пространства, основой которого будут данные разведки в реальном времени 6 июня 1982 года над позициями сирийских войск раздался звук, похожий на жужжание газонокосилок Пять игрушечных беспилотных самолетиков «Скаут» запечатлели на своих миниатюрных видеокамерах позиции 37 сирийских зенитных батарей Всего через пару часов Сирия осталась без противовоздушной обороны Секретный. 10 июня 1982 года. Москва. Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил СССР Николаю Агаркову Израильская авиация двумя массированными налетами по 120 самолетов в каждом нанесла удары по аэродромам и стационарным средствам ПВО на территории Южного Ливана Удары проводились вне зоны действия зенитно-ракетных комплексов по целеуказанию дистанционно управляемых летательных аппаратов Сирийская авиация и мобильные средства ПВО уничтожены практически полностью Главный военный советник в Сирии генерал-полковник Григорий Яшкин Успешное применение Израилем беспилотников в Ливане в 1982 году вызвало некоторое удивление В СССР уже давно использовали разведывательные беспилотные самолеты-фоторазведчики Летавшие по заложенному в их память маршрут После приземления пленку нужно было проявить, расшифровать, составить письменные донесения и доставить в соответствующий штаб Израиль же впервые применил дистанционно-пилотируемые летательные аппараты, сокращенно ДПЛА, с установленными телекамерами Дистанционные пилотируемые летательные аппараты могут управляться с наземных пунктов управления в реальном масштабе времени В 1990 году на вооружении Советской Армии был принят комплекс разведки «Строй-П» с дистанционно управляемым аппаратом «Чела-1» Телекамера имеет возможность перемещаться в горизонтальной и вертикальной плоскости И имеет вариофокальный объектив в кратность фокусного расстояния до 10 Данные о Целек передаются на командный пункт в интерактивном режиме, сокращая время между разведкой и огневым налетом К сожалению, распад Советского Союза и начавшийся экономический кризис задержали массовое производство комплекса «Строй-П» Но даже имевшиеся в распоряжении армии беспилотники применялись крайне ограниченно Гибель подряд, если помните, трех групп наших ОМОНовцев там С Псковской области и прочее-прочее Группа, по-моему, 80 с лишним человек погибла Причем они погибли в тех условиях, когда возможности воздушной беспилотной разведки реально могли оценить положение бандформирования Современные технологии в области оптико-электроники и компьютеров позволяют создать новый класс авиации Сегодня в знаменитом российском КВ «МИГ» ведется разработка ударного беспилотного комплекса «СКАД» Своё название он получил за схожесть формы с этим красивым представителем морской фауры Однако не красота, а требования малозаметности привели инженеров к необычной конструкции Благодаря форме, а также использованию современных композитных материалов «СКАД» практически невидим для радаров Проскользнув через ПВО противника, комплекс технического зрения беспилотника автоматически проведет поиск и опознавание цели в указанном районе А затем уничтожит ее высокоточным оружием Некоторые специалисты поспешили объявить боевые беспилотники шестым поколением самолетов Которое со временем едва ли не полностью вытеснит пилотируемые истребители В 2001 году в небе над Черным морем украинская ракета сбила гражданский лайнер Ту-154 Погибло 66 пассажиров и 12 членов экипажа российского самолета Конечно, это была лишь трагическая ошибка Но она встревожила специалистов по военной робототехнике и мировую общественность Робот, наделенный техническим интеллектом, слишком бесстрастен, а значит опасен Поэтому делегировать ему право самостоятельного применения оружия нельзя Окончательное решение должно быть за человеком и только за человеком В конце 20 века на смену глобальному противостоянию сверхдержав пришли локальные конфликты и международный терроризм Чтобы противостоять новым угрозам, армиям приходится осваивать все более современные технологии После войны в Ираке 1991 года в США была создана колесная боевая машина «Страйкер» Ее называют универсальной боевой платформой Существует 10 типов и моделей, то есть вариантов этих машин Существует медицинский вариант, транспортный Кроме того, на «Страйкере» может устанавливаться тяжелое орудие И он превращается в танк на колесах, который может поддерживать вас огнем Но уникальной машину делают систему технического зрения нового поколения «Страйкер» — это боевая система Она контролируется вот этим командирским джойстиком Есть возможность приближать и отдалять Мы можем всмотреться в появившуюся цель Также она имеет режим, который мы можем выбрать для теплового зрения Так называемый ночной режим Было бы ошибочным полагать, что только США способны сегодня создавать технику мирового класса В 2004 году на вооружение российской армии был принят Ми-28Н «Ночной охотник» Являющийся примером воплощения самой современной системы технического зрения Независимо от времени суток и капризов погоды Обзорно-прицельный комплекс отыщет любую цель От солдата противника до танка Ботовое техническое зрение должно на фоне пролетаемой местности Все это обнаруживать и применять по ним вооружение Этому требуются, во-первых, очень точные и быстродействующие средства технического зрения И во-вторых, принятие по ним как бы уже мгновенных решений Потому что ни один противник не даст вам сделать второй заход на цель На Ми-28Н три канала технического зрения Прежде всего, мощная оптическая система Она незаменима днем для визуального обзора и поиска целей В ночных условиях, при свете лишь звезды Луны Работает телевизионная камера высокой чувствительности Систему ночного зрения дополняет тепловизор Прибор, регистрирующий инфракрасное излучение объектов Каждый из каналов может работать самостоятельно Но наилучших результатов можно добиться Соединив информацию от всех датчиков За счет, ну скажем так, интеллекта Заложенного в систему обработки Она сравнивает разные кадры изображения И сводит их как бы к одному И таким образом мы получаем стабильное изображение Сейчас вы видите уникальные кадры В условиях густого тумана система технического зрения Выдает картинку, позволяющую распознать все видимые на ней образы Идет плотный снег, туман, дождь стеной Ну не знаю, пыльная буря там и так далее Это неблагоприятные условия наблюдения Как правило, такие и выбираются, скажем, для осуществления Каких-нибудь там боевых операций там и так далее В этом смысле аппаратура систем охотник Она позволяет улучшить изображение иногда в несколько раз И в несколько раз увеличить дальность Кроме того, на вертолете Ми-28Н Имеется радиолокатор миллиметрового диапазона И банк данных о ландшафте Полученный с помощью космической и воздушной разведки Суммируя информацию технического зрения Радиолокатора и картографии Бортовые компьютеры формируют трехмерное изображение участка В котором находится вертолет Все данные транслируются на четыре многофункциональных дисплея Или непосредственно на очки шлема летчика Такая информационная среда получила название стеклянной кабины Стеклянная кабина, как ее называют, когда много индикаторов Когда можно оперативно менять систему отображения информации в кабине Как удобно летчику Вот прилетел, сделал какие-то замечания Это устраняется математика очень быстро Концепция стеклянной кабины Нужна сегодня не только пилотам самолетов и вертолетам Но и наземным войскам Выживание солдата также во многом зависит от доступности и полноты данных В будущем все системы технического зрения отдельных боевых комплексов Станут ячейкой единой глобальной информационной системы поля боя Ноябрь 2002 года Еминскую пустыню пересекает микроавтобус, двигающийся с высокой скоростью Среди пассажиров известный руководитель Аль Каев Он подозревает, что американская разведка следит за ним Но особенно не беспокоится Вблизи нет американских войск Однако беспилотному аппарату предатор не нужны другие огневые средства Как только из штаба войск США приходит подтверждение Он выпускает лазероуправляемую ракету Hellfire Системы технического зрения полностью изменили облик современных военных действий Будущее за бесконтактными войнами Превосходство в них будут определять не разрушительная мощь оружия А интеллект, заложенный в него В самых опасных зонах человека заменят боевые роботы И дистанционно управляемые аппараты Но война не лучшее применение роботам Уже сегодня в НПО имени Лавочкина готовятся беспилотные экспедиции на Марс Возможно, глазами этих планетоходов Мы увидим загадочную красную планету И начнется новая история российской космической эры Субтитры создавал DimaTorzok